Каникорси итальяна или итальянский мастиф. Это без сомнения собака-стораж. Животное прекрасно отличает врага от друга и защищает территорию на отлично. При этом с хозяевами мастиф ведет себя очень преданно и уравновешенно. Каникорси – надежная и престижная порода родом из Италии. Ее происхождение идет из Древнего Рима. Корнями каникорсы плотно связаны с собаками-молосами, которые служили защитой и исправно несли охранную службу для персов. Эти древнеримские предки отличались своей мощью, внушительными размерами и уже тогда были популярной породой для службы и охраны. Преданность, бесстрашие, интеллект, охранные качества – это положительные черты современных каникорсы. Статные мощные псы являются отличной защитой для всей семьи. Несмотря на довольно злобную и угрожающую внешность, порода не подвержена внезапной и необоснованной агрессии. Они нападают без причины, однако никогда не выпускают из поля зрения незнакомцев, которые общаются с членами его семьи. Каникорсы – миролюбивые, дружелюбные и преданные друг. Собаки внешне выглядят вальяжными и неторопливыми, но такое впечатление обманчиво. Как настоящие темпераментные итальянцы, они охотно включаются в игры, любят бегать и вообще активно проводить время. У итальянского мастифа очень сильны доминантные черты. Попадая в семью, пес попробует захватить в ней лидерство. Если потакать ченку, то он почувствует себя вожаком стаи. Поэтому новичкам не рекомендуется заводить собаку этой породы, так как справиться самостоятельно с ней непросто. Уважение к хозяину и страх перед ним – разные вещи. И собака может это доказать при удобном случае. При правильном воспитании пес становится управляемым. Особенности характера каникорсы – в сдержанности, умении держать свои эмоции. У собаки отлично развит интеллект, благородность итальянских кровей и темперамент делает эту собаку еще более величественной. Собака не агрессивная, уравновешенная. Первая никогда не нападет. Но не стоит дразнить и провоцировать животное. Чувствуя опасность, каникорсы молниеносно свирепеют. Ее действия могут быть непредсказуемыми. Они хладнокровны и могут сохранять спокойствие, даже если другая собака пытается вывести из себя. Но если все-таки дойдет до драки, то каникорсы будет в бою до последнего и не отступит даже перед превосходящим противником. У каникорсы очень сильно развит инстинкт охранника. Уже к одному году собака будет охранять не только членов семьи имущества, но и даже других животных. Собака этой породы внушительных размеров. Защита маленьких и слабых у нее в крови. Каникорсы отлично ладят с детьми. В игре с ними отличается терпением и стойкостью. Если ей надоедает, она просто уходит или прячется, не проявляя свирепости или агрессии. При наличии кошек, попугаев или других домашних питомцев, собака ведет себя дружелюбно. Даже если ей не рады, она не станет нападать или показывать свой характер. Но надеяться на постоянное дружелюбие и то, что животное будет компаньоном, все равно не стоит. У собаки присутствует четкое разделение на своих и чужих. К незнакомцам она относится нейтрально и ведет себя миролюбиво. Присутствие чужих просто игнорирует. Псы данной породы очень активны. Эти собаки настоящие спортсмены. Физнагрузка необходима для физического и психического здоровья собак. Пожилым и неактивным людям такая собака не подойдет. Пробежки, забеги, игры нужны собаке для здоровой растраты своей энергии. В противном случае это будет отражаться на самочувствии животного и состоянии помещения, где собака обитает. Испорченная мебель и другие неприятности не заставят себя долго ждать. Как и любая другая порода, каникорсы требуют ухода, внимания и ответственности. Большая территория собаке не нужна. Несмотря на свой размер, она не требует много пространства. Если собаке выделить свой собственный угол или место, она спокойно будет там обитать. Собаки породы каникорсы очень чувствительны к холоду. Идеальные условия для их проживания – теплый дом или квартира. Если взрослая собака живет на улице, то следует позаботиться об утеплении собачьей будки или вольера. Но необходимо помнить, что данная порода не сможет постоянно жить на улице. Дело не только в погоде. Животному нужен постоянный контакт с человеком. Хозяину необходимо следить за состоянием зубов, ушей и шерсти. Стоит отметить, что каникорсы круглогодично линяет. Следует систематически вычесывать и купать животное. В общем, на здоровье каникорсы не слишком жалуются. При правильном уходе эти собаки могут не болеть вовсе и прожить 10-12 лет. Однако есть ряд недугов, которые все же иногда встречаются среди представителей этой породы. К примеру, дисплазия тазобедренного сустава. Каникорсы универсальны и уникальны. Некоторые считают этих собак лучшей сторожевой породой. В них соединено множество качеств. Умение охранять своего хозяина, серьезный склад ума, дружелюбие и преданность. Собака обязательно станет самым верным другом и охранником для своей семьи и территории. Субтитры создавал DimaTorzok